Продолжение следует... Или, может, до этого расскажу о том, что такое писатель, чем он отличается от других людей. Вот вроде все писатель, писатель, вот чем он отличается, почему он все-таки не похож на журналиста, на публициста, на человека, который пишет с курорта письма маме или мужу. Вот что-то такое вот об этом. Ну и потом, если у вас будут вопросы, конечно, обязательно мы об этом поговорим. Я вижу, что в зале больше женщин, чем мужчин, и это беда. Беда, потому что, конечно, самая страшная катастрофа, которая у нас сейчас существует в мире, это то, что мы теряем культуру. И женщины становятся носителями культуры чтения, культуры вообще, а вот мужчины их не поддерживают. Отсюда огромное большое количество проблем. Вообще главной проблемой современности становится эпидемия глупости, которая плет со всех сторон. Она идет и из Англии, и из Америки, и из России, и из разных других. Именно потому, что люди гораздо более примитивными стали. У них не хватает гибкости и красоты мысли. Они мыслят только понятиями интересами, очень узкими интересами, очень тщеславными интересами, очень глупыми интересами. Не всегда женщины были интересами, чем мужчины более интересами. Но сейчас я просто теряюсь, потому что вообще мужчины становятся как-то неинтересными. Ну, кроме тех, кто сегодня пришел сюда. Я первый раз в Молдовии, в Молдавии, никогда не был. Меня обрадовали люди. Меня обрадовали люди пора. Ну, во-первых, видите, сколько пришло. Это, конечно, радость для автора. И пришло больше, чем стульев. И я, когда глядя, стулья приносили, я подумал, что все-таки душевный народ. Потому что в Германии, вот приезжаешь куда-нибудь, в какой-то город, маленький или большой, смотришь зал и думаешь, ничего себе, зал такой большой, кто же придет-то. И приходит ровно тютелька в тютельку. 300 человек, не меньше, не больше. Думаешь, откуда они это? Как они высчитают? Билеты продавали, входа. Значит, никто. Приезжаешь в какой-нибудь другой маленький город. Там 70. И ровно 70 немцев придет. И ни одного больше. А вы так вот щедро пришли. Но вне зависимости от студии. Это подкупает. Вот. Я уже говорил о том, что, конечно, город, перец подкупает еще и тем, что, по крайней мере, в центре вижу эти миллионы алых роз. Об этом говорил завтра в Творце культуры. Но чем больше уходишь, видишь, что там еще не только алые есть, и желтые есть. Сейчас уже отменили давно, что это розы измены. Наоборот, это радости. И вообще, и вообще вот это вот то, что вот какой-то есть аромат города, да, розы, самшит. У нас мерзнет все в Москве, хотя настойчиво его сажают, мерзнет. Это у вас такие кусты, самшиты. Это часть моего французского детства. Я тут недавно приехал в Париж и остановился в том доме, в котором жил. Когда был, ну, мне было, я с 8 до 12 лет жил в Париже. И когда я туда приехал, мой посол сказал, ты можешь жить, у нас посольствие. И это такое симпатичное издание конца аж 17 века. И я открыл окна, когда он ушел уже. И вдруг вот этот запах детства ворвался. Я понял, что я абсолютно самшитный человек. То есть вот для меня, я хожу по Пельцаму, и я понимаю, что это родина. Моя вот эта самшитовая родина. Это не значит, что я не люблю березки. И березки чем дальше тоже, чем больше они мне кажутся интересными деревьями. Но вот самшитовый засел у меня в сознании. И вот здесь я с ним встречаюсь. У меня было действительно неожиданное детство для обычного или необычного русского человека. Потому что у меня сначала было счастливое сталинское детство. Мой отец, вот тут книжка, видите, остался один экземпляр. Это моя автобиография, роман. Мой папа был переводчиком, личным переводчиком Сталина с французского языка. Тут мой папа. И это, наверное, угадывать это я, по-моему, почти не изменился с тех пор. Но тут мне полтора года. И мы жили совершенно, конечно, оторвано от народа. В прекрасной квартире некоммунальной и так далее, и так далее. И только Сталин умер, началась оттепель, и отца послали в Париж работать советником по культуре. Потому что культура – это было первое, что размораживается. Я думаю, что и пройдет какое-то время, и, ну, это сами почувствовали, что культура – это то, что размораживает отношения между народами, странами. И к культуре надо относиться очень серьезно, понимаете? А это, собственно, то, что не только делает нас людьми, но и что объясняет нам, кто мы такие. Так вот, отец погрузился в эту культурную среду Парижа. И вы увидите по этой книге «Хороший Сталин» нашими друзьями стал. Пикассо и в Монтан шагал, ну, вовремя на них насмотрелся. Более того, даже Пикассо нарисовал мою руку. А случилось это так, что отец мой, ну, помимо того, что занимался культурными делами, еще возил коммунистам чемоданами деньги. Ну, вот, Советский Союз, он же отличается от других стран. А дело не так, что это как будто за картиной Пикассо. Он привозил чемодан денег, и, значит, его брали и кормили в каком-нибудь ресторанчике на юге Франции. Один раз отец меня взял с собой, мне было около 10 лет. И вот я сидел рядом, тут сидел Пикассо, тут сидел мой отец, там сидел Арагон, один из лучших писателей, поэтов 20 века, там сидел Марис Торрес, наверное, старшее поколение знает, что он был генеральный секретарь французской компартии. Вот, я в такой компании что-то ел, и как-то мне было скучно, их слушали, уже понимал по-французски, но они какие-то разговоры взрослые. И от нечего делать, положил руку на салфетку и стал обводить ее. Знаете, как дети обводят, это получилась пятерня такая. Пикассо сидел рядом, он так с интересом поглядывал на это, когда я закончил нарисовать свою пятерню, он обмакнул пальцем, пальцем загрузил в бокал вина и стал так, знаете, пятнами такими украшать мою пятерню. Ну, все тут разговоры прекратились, Павло Пикассо и Пикассо, если говорить по-испански, стал рисовать что-то на глазах, все просто обомлели и, естественно, следили. И, знаете, пока нарисован меня спросил, а кем ты хочешь быть? И я так на него посмотрел с испугом и сказал, не кем. И это оправдалось. Вот. Но когда он закончил, то Арагон ему говорит, ну а теперь подпиши. И тут все заполновались, потому что одно дело пальцем и вино, а когда есть подпись Пикассо, то эта картинка, можно с этой картинкой рассчитаться не только за обед, но и купить тут же весь ресторан. Вот. И так было такое некоторое замешательство у Павла. Потом, значит, он посмотрел, видимо, очень доволен, что я никем не буду. Решил мне подписать на всякий случай, раз никем. И он подписал. Он подписал, и это был такой абсолютно поразительный день. Солнце, но солнце похоже у вас здесь в Молдове. Погода тоже хорошая. Казалось, жизнь бесконечна, и Пикассо будет вечно, и папа будет всегда, и все будет хорошо. Но мы этот рисунок потеряли. И неизвестно где. И у нас в Большой Библиотеке, я думаю, может, один, однажды кто-то донет книжку, из него выпадет этот рисунок. Но как-то, знаете, вот так вот случилось, что мы этого рисунка не сохраняли. Вот. Так что жизнь, видите, как бывает, кажется, самая ценная, и трудно сохранить. А вот такие вещи бесценные, в смысле, не имеющие цены, они вокруг толпятся в двери. Давайте немножко про писателей, а потом уже почитаю. Я очень сильно связан с Францией, реально не только, потому что папа работал давно, потом. я ездил туда, часто, потому что отец там, отец очень крупный был дипломат, он был вице-президентом ЮНЕСКО, и, понятно, тоже был в Париже, я туда ездил. И, в общем, как-то, я понял, что писатель пишет, может писать не только от ущербности, но еще от того, что каким-то образом видит мир иначе, чем другие, потому что у него как бы все идет, все, ну, просто везет в жизнь, вот, все получается. И я во Франции, когда ездил туда на летку, на каникулы, увидел, что неожиданно появился, ну, просто жертва такой французской цензуры многовековой. Это, ну, догадайтесь сами, кто писатель, кто, кого не печатает, так же, как у нас Чардаева, а у них не печатали. Очень хорошо писатель, у нас его имя до сих пор радиозное, но он замечательный писатель, это Маркиз де Саад, да? И Саад как раз где-то в 66-67 году, он был выброшен на прилавке в дешевых обложках, и поэтому, в общем, он такое наводнение было. И, конечно, с одной стороны, это такая литература не для мальчиков и девочек, там много всего и взрослого, но не этим он меня привлек. У меня привлек тем, что неожиданным образом Саад говорит о каких-то явлениях человеческой природы, о которых обычно говорить не принято. И дело тут не в родике, не в сексе, а дело в том, что человек, вот, к сожалению, часто пытается самоутвердиться благодаря ущемлению прав других, подавлению других, унижению других, глумлению есть. Вы знаете, сколько даже глаголов-то в русской музыке есть по этому поводу. И я вдруг увидел, что Саад ведет нас к какой-то очень серьезной проблеме, о том, что человеку нужна вот такому человеку, который рвется вперед как локомотив, ему нужна безнаказанность, а тогда он набирает обороты и становится просто беспощадным. И цивилизация нужна для того, чтобы ограничивать эту беспощадность. Это не значит, что люди плохие, это значит, что это тоже есть. И если другие познавняют, говорят, литературу добра, литература должна быть добрая, и она часто очень добрая, но она иногда вводит людей в заблуждение. Иногда девушкам кажется, что обязательно в их жизни появится Андрей Болконский, который пригласит на первый танец, и все будет хорошо в жизни. Но не у каждой девушки есть Андрей Болконский и так далее, и так далее. Есть вещи, которые Саад мне просто садил в голову. Я не разочаровал человека, но сказал он мне по секрету, что человек это явление сложное. И я свою первую работу в жизни написал именно о нем. В разгар советской власти я писал работу по Амаркизе де Садбе с 1 на 20 век. Я отнесся в вопросы литературы, все так на меня посмотрели, как на идиота, и говорят, о, так он писать, а мы думаем, что это доктор, который садизм лечит. Но, в общем, говорят, это не пройдет. Вот если бы вы написали, сказали они так задумчиво о том, как садизм правит буржуазным миром, как все там ужасно, вот тогда, может быть, напечатали. Значит, отдали мне в руки, ну, естественно, как вы понимаете, это было не компьютерная верстка, ничего, просто на пишущей машинке отдали мне в руки мои страницы. Я целый год туда не появлялся, мне было 20 лет, я целый год туда не появлялся, потом принес вот ровно то же самое. А они сказали, вот теперь интерес, гораздо лучше, я ничего не поменял ни одной запятой. Вот теперь действительно можно подумать о том, чтобы опубликовать. Но вы еще вот смотрите, надо найти цитату из Энгельса обязательно. Хотя Энгельс написал когда-то про маркетиза сада. Еще вот тут доработайте, тут это выбросите, это сюда, туда, и вот давайте, приносите. И я еще про полный год, я ничего не поменял, но нашел цитату из Энгельса, не имеющую никакого отношения ни к маркетизму, ни к маркетизму сада, это у него есть такая ранняя работа, философия природы. И вставил, и больше ничего. Выложил, ну, все, печатаем, и напечатали. И я проснулся на следующий день, как напечатали знаменитым, потому что это была первая работа маркетиза сада в России. И до революции, и после революции. Это был 1973 год. То есть просто нам в пустом месте никакой не было ни отипа, ни заморозного, просто был такой заступик ближайский. И вот с этого момента меня вот как-то заинтересовала вот эта тема человека. Причем не совсем мне хотелось делать из человека какой-то чудовищный, мне хотелось разобраться именно, почему в человеке есть такие вещи, которые приводят к национал-социализму, к извращениям сталинизма и к другим вещам. Почему это в таких масштабах? Ну вот, так что литература получилась, если говорить о вопросах, достаточно сложно. И те вопросы, которые меня стали волновать, это были вопросы, конечно, как пример Достоевского, проклятые вопросы. И я написал диссертацию о Достоевском. Моя диссертация называлась «Достоевский французский экзистенциализм». И я ее зачастил в 1975 году тоже. В общем, прямо скажем, не советская такая диссертация была. Ну вот, ну и потом, 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 я помню, что меня не хотят печатать вообще ничего. Вообще ничего. Меня приняли за маркиза Десада, еще за статью о шестой, большую статью, это философ российский, потрясающий философ России. Если не знаете, загляните в интернет. Вот, и за эти статьи меня приняли в Союз Писателей. И маленькая, скромная, тихая старушка меня поцеловала в коридоре Союза Писателей и сказала, «Витюша, это навсегда». Имею в виду, что меня приняли в Союз Писателей. Меня выгнали через 7 месяцев и 13 дней в Союз Писателей, потому что мы создали с Василием Павловичем Максимом монах Метрополь. Там был Высоцкий, там был Вознесенский, Ахмадумович, ну все наши. У него выгнали в Союз Писателей, а папу выгнали с работы. Он был послом Советского Союза в Вене. И в этой книге «Хороший Сталин» написал о том, что случилось с семьей, которая была счастливая, радостная, прекрасная семья, что случилось после того, как покосили среды. Мне выгнали с работы тоже, с этой мировой литературы, литературой, литературой. Вот. И все такое. Так что, значит, после такого, такого, можно сказать, праздничной жизни пришлось 8 лет жить на грани тюрьмы, потому что занимались с нами следователи по особо важным государственным преступлением, в общем, мучая его несерьезно и так далее. Если бы папа не был, но послом, большим человеком, который бы страдал из-за этого, это, наверное, бы я сидел в тюрьме довольно долго. Ну вот, я написал в этой книге о том, почему отец стал на мою сторону, будучи крупным советским дипломатом, он в этой истории с Метрополем оказался героем. Это сейчас кажется, ну и что, подумаешь. А тогда он был настоящим героем. Он прилетел из Вены зимой 79-го года и сказал, в этот раз я прилетел из-за тебя, мы 40 дней искали возможности выхода из этой ситуации, потому что Крамыко, министр иностранных дел Советского Союза, сказал ему, если я всех их знал, естественно, не только уже Шагалов, если, говорит, он мне напишет письмо раскаяния, мы напечатали в литературной газете, то ты потеряешь работу, а другого выхода тянешь. Ну вот, и мы, знаете, попали в такую жуткую ситуацию, что с одной стороны я придумал Метрополь и мои гораздо более знаменитые друзья были там, это было мое детище, а с другой стороны папа, мама, семья, которые ничего плохого никогда не сделали, как вы понимаете, потому что показали весь мир и были удивительно образованными и достойными людьми. И я попался, так сказать, между двух фронтов. и сорок дней отца Мурыжили, вводили КГБ, вводили в сервитариат МИДа, вот коммунистическую эту, секретарь коммунистического ячейки МИДа предложил отцу отменять речься. Ну, в общем, так серьезно все было, а политберой им сказали, что пусть пишет письмо, иначе костей не соберет. Это было тому насерьезно угроза на Урале 79-го года. Ну вот, и вы знаете, вообще было, конечно, это испытание было, наверное, просто абсолютно апокалиптическое. И мама тогда заболела раком, ну, домработица наша сбежала, потому что стало, что Виктора расстреляют за его деятельность. Ну, в общем, беда на беде. И, конечно, дом весь, даже мебель стал как-то иначе двигать в этой квартире. Вот. Ну, через 40 дней вот такой работы, как и со мной, и с с государственными всякими институциями, отец вечером только в артиле на улице Горькова, где этот версток сидел, складывал салфетку, разворачивался, складывал, разворачивался, складывал и сказал, нет, знаешь что, в нашей семье есть уже один друг, это я, сказал он про себя. «Если напишешь письмо, будут два труба». Это сказал человек, который очень хорошо разбирался в Советском Союзе. Но я не написал письмо. Отца отвергнули с работы меня, отвергнули отовсюду, вот, и мы погрузились уже отчетлив такой мрак, и он продолжался так серьезно, восемь лет. Ну вот, а потом как-то вот стало так, думаю, вы лучше всех знаете, когда весна начинает пригревать солнце, и вы чувствуете солнце на своей щеке, и каждый день становится все более солнечным, и весна такая бовная, и вот это был 87-88 год, было возвращение какой-то к жизни, то есть, видите, там, какой отрезок 79-го, там, 87-го, вот, и еще было, конечно, непонятно, а если бы этого не было, что было бы, непонятно, потому что эмигрировать было невозможно, отца выгнали с работы из Вены, уезжать мне было тоже трудно, никуда не деться, ну вот, и стало много чего появляться, и вот, тут правильно перечислить, тут были удивительные новые встречи опера Шнитке, Остропович, Покровский, Илья Попаков, все они, все гении там присутствуют, а Королева Голландская, это тоже там, естественно, появилось, потому что Остропович всех Королев знал, ну и дальше, и дальше все как-то так пошло, и потом вот грохнула эта история с русской красотицей, но я уже не буду перечислять это все, потому что дальше уже пошла такая жизнь, она, абсолютно, русская красотица мне дала просто другую жизнь, потому что через русскую красотицу, которая вышла в разных странах, лучших издательствах мира, конечно, мне вдруг открылись какие-то другие возможности, и, конечно, стоит вопрос о том, что же такое писатель, вот писатель, как он рождается, он становится, он может превратиться из неписателя в писателя, как и член в член. И, конечно, я вам могу сказать, исходя из моего опыта скромного, что писатель это, прежде всего, такой старый на лампах радиоприемник. Ну, наверное, ваша бабушка про бабушу, где-то в деревне в селе где-то валяются такие приемники. Вы помните, там на них такие, на панно написаны так размашенные, Брюссель, Париж, Лондон, но когда включишь, ничего не слышно, треск какой-то стоит. Ну, вот, собственно, писатель отличается от всех других тем, что он не мастер слова, он тот, через кого проходит эта энергия, исходящая извне. Она идет извне, а она идет извне, и непонятно откуда. То есть, как такие вот радиоволны. И ты, получая эту радиоволну, должен сообразить, что она, какая твоя поляна, и зачем это все делается. Ну, естественно, ты как-то к этому готовишься. Ну, понятно, что эти радиоволны происходят не случайно. Но если нет этого импульса, если нет чужой тебе энергии, то ничего не будет. журналист берет повествование за СЦ и ведет из пункта А в пункт Б и доказывает то, что он хотел доказать в статье. А писатель не знает последнего момента, чем кончится у него книга, потому что как бы не управляет этим процессом. Он управляет только своим медитативным сознанием. То есть, он должен прислушиваться к этому. И если это получается, то что-то получается. То есть, в общем-то, писатель мало чего сам по себе значит. Значит, тот текст, который он создает, а не тот, чем он является. Поэтому, когда говорят, ой, он такой интересный человек, даже он вообще интереснее, чем то, что он пишет, это тревожное звонок, потому что естественно совершенно, что писатель это в общем-то такой назначенный человек, назначенец его. Кто-то назначен, скорее всего, не из этого мира. Но объясните, это метафизическая загадка, которая все время гуляет. И если вы возьмете и почитаете то, что писатели думали о творчестве, то это мнение не единственное и самое четкое и ясное мнение дала Цветаева, которая сказала, смотрите, поэта далеко заводит речь. Не поэт далеко заводит речь, а поэта. То есть, значит, если ты освобождаешь свое сознание и не навязываешь слово, то, что ты считаешь должно произойти, а даешь слово свободу и оно приходит к тебе вот таким образом, то тогда действительно поэта далеко заводит речь. Кстати говоря, не те только люди, которые имеют такое, знаете, метафизическое образование, как Цветаева, но и у Маяковского это есть, и у Чехова это есть, и у многих западных, и у Гоголя это есть, западных писателей. В общем, вот какая-то такая речка, о которой обычно мало говорят, потому что вот так вот скажешь, а потом у тебя это отберут, этот приемник, и уже ничего не напишешь. Достаточно нетривальный анализ русских заветных сказок, морфологи русского народного секса, из-за этого ей выдали 18+, тут, из-за одной этой работы. На самом деле такая работа о моих любимых писателях, моих любимых философах.